В любом возрасте, кому-то хочется раньше, кому-то позже этих розовых ароматов. В принципе, если слышать себя и чувствовать себя, что нам нужно, то есть ароматы должны быть разных направлений, нельзя зацикливаться на каком-то одном направлении. Вот выбрались гурманские или древесина, или еще какие-то. Все, в принципе, каждый аромат, каждое направление. Вот даже почему я говорю о марке Розин, что она должна быть, вот если вы с нишей работаете. Это такая ниша, это такой островок, где всегда найдется клиент, который придет именно, отыщет свою розу под определенное настроение. То есть это не гламур, это не ароматы, которые обязывающие. Это ароматы дополнения, ароматы дополнения к образу. Поэтому я лично эту марку обожаю. То есть из того, что представим, более мега женственной марки вообще нет. Потому что настолько все изысканно, настолько все лаконично, даже вот эта коллекция балерин, вот эти флаконы, бубоны, оно как-то вот сочетается женщина-ребенок, женщина-женщина. Вот оно все пропитано именно же. Тут нет агрессии, здесь нет намека на унисекс и на какую-то дерзость, вызов обществу. Потому что люди, они пробуют, конечно, мы тоже по практике видим, что люди пробуют, они хотят, они хотят такой аромат на себя примерить, такой. Но очень много агрессии в ароматах, очень много тяжеловесов, и люди устают. И хотят что-то менять, и, к сожалению, приходят к цветочному. Хотя все только не цветочный аромат, только не цветочный. И в итоге берут цветочный аромат, только цветочный аромат, который в сочетании с древесиной, каким-то бальзамическим нотом, какие-то цитрусы. То есть цветы это всегда на первом месте. Тут у нас приезжал Джеффри Нежман, когда, ну, парфюмер марки Миколев. Он говорит, у нас роза и жасмин. Это то, что дает вот это вот ощущение полноты, женственности, прекрасных женщин, красоты. Это два ингредиента основных. Без розы и жасмина вообще ничего не происходит. Вот, поэтому здесь такой именно выбор. То есть человек может даже купить два аромата и смиксовать себе какую-то розу. Сейчас очень многие ударились в тенденцию миксования. То есть не только моноароматы смешивают между собой, то есть хотят чего-то выдающегося. Поэтому Дерозин в этом плане абсолютно может подконкурировать с разными, то есть не то, что достойными марками, а именно предложить свои вариации роз и свой почерк, свою тему именно для клиентов. Вообще я хочу сказать о нише, что два слова, буквально так отвлекусь, чтобы немного вас избавить от алифакторной нагрузки. Что ниша это вообще как бы эмоции, это путь парфюмера. Это то, что он предлагает миру, то, что он чувствует и как он себя, свои эмоции подает миру. И мне очень нравится фраза знаменитого Исемияки, который сказал, что когда мастер создает свой аромат, он проходит только полпути. Этот аромат проходит полпути. Откончательный путь аромата, когда он достигает своего владельца и доставляет ему удовольствие. Поэтому то, что создал мастер и дошло до вас, до нас, людей, которые мы предлагаем, это нашим клиентам, это наша заслуга. То есть мы доводим путь аромата до конца. Поэтому если что-то создается в марке, это обязательно кому-то нужно. То есть любая тема, любое направление, оно всегда востребовано. Главное быть в нише всеядным. То есть не продавать ароматы под себя, под свой вкус, а любить, понимать, что это вот создано было для такой женщины. Эта марка вот была вдохновлена этим. То есть понимать почерк, понимать душу каждой марки и уметь об этом рассказать и подать. Тогда вы найдете своего клиента обязательно. Итак, продолжаем. Это Мажелис, это аромат уникальный. Вот, потому что здесь представлена роза с нотами корицы. Вот есть такая действительно роза растет, она в Сибири растет. Роза Мажелис так и называется, которая обладает коричным запахом. Называется она шиповник майский или коричная роза. Восточный пряный аромат. Основные ноты это мандарин, мускатный орех, корица. Мы просто раньше показывали постоянно новинки, там балерины, колонь. А в этот раз мы решили показать основные ароматы. Их намного больше. Но основные ароматы и вариации роз, чтобы вы узнали, насколько разнообразна марка. И насколько есть различных роз, сортов. И с чем они как сочетаются, насколько красивы есть подачи этого цветка. Нота сердца, абсолютно болгарской розы. Черный перец, розовый перец и кориандр. Ну и базовая нота, как всегда, очень мощная. Это сандаловое дерево, ветивер, кедр, амбра и мускус. То есть у дорозинов, начиная от, как бы ни начиналось звучание в верхней ноте, в базовой ноте, вы уже заметили, обязательно подключается древесина. То есть роза не такой цветок, прямо вот как букет цветов. Обязательно смешивается с древесными аккордами. И аромат более глубокий, более многогранный по звучанию. И вот у вас возможность познакомиться с майским кустарником. Это коричная роза. Мажолиз очень необычный. На самом деле, мажолиз мы привезли относительно недавно. Мы сами его прочитали от писания, мы боялись его заказывать. А потом его попробовали на выставке и поняли, что аромат очень приятный. Очень необычно на коже он вот раскрывается. Корица. Кто любит корицу, потому что корица не так ярко выражена во многих ароматах. То есть она присутствует в основном в восточных ароматах, в сочетании с ванилью, с амброй. А здесь именно роза. Звучание розы именно с коричневыми нотами. Так что, балерины? Кого? А есть он? Амбегетерезин – это новый аромат, который они выпустили. У него очень интересная история. Мария Ивлен, она француженка на мозга костей. И она выпустила этот аромат для того, чтобы сберечь природу. Ее понимание этого смысла. Мария Ивлен рассказала о том, что есть во Франции традиция на 1 мая дарить букет ландышей. Этот букет ландышей, он символизирует и приносит счастье на целый год вперед. И действительно, французы дарят очень много ландышей. А сейчас они попали в Красную книгу. И Мария Ивлен говорит, ну как же так? Мы же все равно хотим. Традиция прекрасная. Святые тоже все очень любят. Давайте что-то с этим решать. И она сделала свой руд конек. Она выпустила имитированную версию аромата ландыша. Ландыш с розой. Мы его попробовали на выставке, влюбились с Андреем вдвоем и привезли. Нам они тоже его выпустили. При этом этот аромат не продают во Франции. Выдали. Не продают во Франции круглый год. Они его действительно продают под 1 мая. И французы дарят это вот как букет ландышей. Мне кажется, аромат очень удачный. Сейчас мы с вами вам тоже его покажем. Это одна из новинок, которую мы привезли. И думаем, что должна понравиться. Ну ландыш, да. Он вообще как бы традиционный такой ассоциируется тоже с весенними какими-то настроениями. Или желания весны, какого-то пробуждения в душе и в природе. Поэтому ароматы с ландышем ищут. Но единственное, что, не знаю, знаете вы или нет, что эссенцию ландыша еще никому не удалось чистую создать. Вот, да. То есть ароматы, которые все с ландышем, это все ландыш синтетический. То есть эссенция ландыша не воссоздана еще пока никем. Может быть потом, но очень натурально. То есть максимально натурально в данном аромате звучит ландыш. Давай поливай. Айроза Мур? Роза Мур это еще одна новинка, которую выпустили в Парфюм Деразин. Они ее выпустили под 14 февраля. То есть роза любви. Сейчас я укрась экрана. Они нам ее описывали. Они нам рассказывали об этой розе, когда аромата еще не было. То есть они его задумали, они его разрабатывали какое-то время. А он у них получался не такой, как они хотели. И мы какое-то время слышали об этом аромате. А потом они ему нам прислали. И сказали, что вот это то видение страшной, теплой, вот именно любовной связи. Вот так они ее представили в розе, естественно, в розе. Эти, опять-таки, лимитированные выпуски, они в других идут упаковках, они по-другому выглядят. Но они все равно остаются очень классическими и очень выдержанными ароматами. Ну вот, то также в верхних нотах идет малина. Нота персиков, абрикосов, то есть очень сочные фрукты. И нота сердца, это жасмин, артемизия, роза, фиалка. Ну и базу вы видите уже, как бы, это амбра, мускус, сандал, техасский кедр и миндаль. Мы сегодня вам рассказали еще об одном аромате. На самом деле аромат у нас есть. Мы были одни из первых, кто его смог купить. Ну просто, что нам понравилось презентация. Он нам очень понравился. Мы его встретили на выставке. Мы встретили этот аромат Le Snow. Его заказал известный дизайнер. При этом, и они под его заказ выпустили аромат. На наш взгляд, очень удачный. Но по сей день, то есть мы получили аромат несколько месяцев назад, по сей день мы не можем получить ни ноты, ни имя дизайнера, ни официальную картинку. То есть мы вам показываем задержку информацию, того, что мы сами сфотографировали на выставке. Аромат, да, потрясающий. Да, аромат потрясающий. Оформление тоже очень забавное. Аксессуары просто нереальные. Я когда увидел, я просто был все. Аксессуары, да. Ну, по-другому нет. Все видно. Это мы с Андреем развлекались. Вы знаете, нам настолько понравились аксессуары, что мы устроили фотосессию. Народ приходил посмотреть, что же мы там творим. Ну, мы с Андреем, в принципе, шумные ребята. Вот. У них там несколько видов сумок, зонты, очки, видите, Андрея, шляпы. Сам дизайнер тоже такой достаточно интересный товарищ, очень идейный. Ну, Владиару одевает, Мадонну. Ну, там вообще нереально чего-то шел. Такая дурная. Ну, аромат очень-очень необычный. Ну, вот так мы увидели этот аромат. Пока что только так. Ну, аромат очень-очень. Они сделали аромат, концепцию. Это были дизайнерские вещи, и под нее сделали аромат. И теперь, когда они его держат или в секрете, я не знаю. Ну, да, пока до сегодня я не смогла получить хотя бы много ароматов. Я вижу в этом аромате будущее, потому что аромат... Аромат потрясающий. И многое аромат такое. Ну, вот здесь я слышу лично сочетание розы и амбры, вот ярко выражено. Ну, какие еще компоненты? Возможно, сандал. Но амбра тут, ну, вот тоже. Но амбра красивая. Очень красивая. Сочетание с розой. Вот это, кстати, Стелл и Маккартни стиль. Здрасте. 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 И у нас с вами есть балерины. Мы их рассказывали в прошлый раз. Они существуют. Мы не будем повторяться. Подходите, кому интересно, попробуйте. Балерины у нас, вот чтобы понимать, ушли сразу. То есть мы через... Ребята, я не смогу вас перекричать, потому что у вас сегодня только пролезутся. Мы привезли балерины, конечно, немножко, но они ушли сразу. У нас не осталось ничего, и у нас был предзаказ на балерины очень большой. Сейчас мы привезли их еще раз. Попробуйте, ароматы чайка Мексика у них получились. Идея балерин. Они создали три аромата балерин. Самые маленькие балеринки, так как они их видят... Ну, это единицы. Начинающий розовый вот флакон. А второй уже более взрослый, как бы состоявшийся балерины. Серый аромат вот этот. И третий аромат балерина, прима-балерина, которая танцует об эту... Адилию, да? Адилию. Адилию, я их всегда путаю. Черный лебедь. Черный лебедь, да. Чайковского лебединое озера. Попробуйте. Ароматы непривычные, ароматы красивые. Они интересно украшены. И у нас действительно их очень любят. Мы больше не будем вас мучать под фундерозином. Там добавлю еще два слова по балеринам. Дело в том, что первый нежный аромат, который очень хорош даже для молодых девушек, ну и как бы концепция. Это персики, это букеты роз. Вот маленькие такие розочки. То есть нежность и красота. Второй аромат это пудра. Пудрово-кремовый аромат, да. Это безумно стойкий шлейфовый. Это аромат, который несет величие театра. То есть внешняя сторона балета. Это сцена, это софиты, это весь, это костюмы. Это красота, это театральность вот в этом аромате. Это кремово-пудровый. То есть сюда заложены и идея вот талька, каких-то париков, вот эта вся атмосфера, игра. Вот все в этом аромате. Ярко выраженный пудр с потрясающим шлейфом. Осень-зима, особенно зима. Вторая балерина. Балерина-2. Третья это коварство, да. И любовь, как говорится. Черный лебедь, Адилия, превратившаяся в адету, соблазнившая принца. Вот. И это аромат экстравагантной женщины. То есть здесь, помимо роз, здесь удовое дерево, здесь ноты кожи. Да, очень красивый. То есть это тоже осень-зима, время. Это лист фиалки, это сандал, это ваниль, это белый кедр, пачули и серая амбра. То есть очень мощный. Ну давайте нанесем вторую, третью. Давай третью. А потом вторую, первую. А, ну окей. Просто надо уже будет, да, проветрить немножечко. Тройка, да. Которая идет с удами, перцем, кожей, нотами роз. В верхней ноте черный и розовый перец. Сочетания. Очень яркие, очень дерзкие. Лист фиалки. Нет, тут, возможно, уже люди устали. Хотя бы 10 минут. Ну, мы предлагаем вам 2 секунды пообщаться и откроем дверь, проветримся и пойдем дальше. Хорошо. Ну и все. Вообще-то все.